Привет, дорогие зрители, с вами снова Артур, и сегодня у нас на повестке дня Rhyme, игра Tequila Awards, которая на самом деле, я могу назвать ее игрой очень тяжелой творческой судьбы, потому что эту игру разрабатывали достаточно долго. Изначально она была эксклюзивом Xbox, то есть платформ от Microsoft, потом в результате разработчики посрались с ними, после этого перешли под крыло Sony, после чего вступили в конфликты с ними, после чего игра была отложена на неопределенный срок, разработчики в результате ушли на вольные хлеба, без издателя, но в результате все-таки доделали свою игру, и теперь она выходит на ПК, на Xbox One, на PlayStation 4, и в третьем квартале этого года она выходит на Nintendo Switch. Вот такие вот дела. Короче говоря, когда я говорю, что игра реально от тяжелой творческой судьбы, это реальная игра от тяжелой творческой судьбы. Между прочим, Rhyme это игра, в которой вы будете играть за мальчика, который бегает по руинам какой-то непонятной цивилизации, и вроде как это должно быть очень круто, напоминать игры от Team Ico, скажем тот же Shadow of Colossus или Last Guardian, ну и много чего еще. И первые рецензии, которые я уже успел прочитать, сейчас я записываю это видео до выхода игры, но тем не менее, уже появились небольшие такие рецензии, и люди успели поиграть в это дело, то есть рецензенты говорят, что ожидание того стоило. Поэтому усаживайтесь поудобнее, давайте попрепарируем эту игру, посмотрим, что же она из себя представляет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В некоторых играх, вот скажем, вот в этой, именно из тех, что является играми с тяжелой творческой судьбой, прям как-то даже в катсценах чувствуется, что какая-то неопределенность, и в результате ты думаешь, блин, они все-таки смогли это сделать. Ах, вставай, пацан. Игра выглядит очень приятно. Я обожаю такой визуальный стиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, походу, одна из тех игр, в которых ты первое время не будешь понимать вообще ничего, кто ты и как ты здесь оказался. Вы на каком-то корабле плыли? Не факт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На PlayStation 4 эта игра работает в 900p в разрешении 30 кадров в секунду. Мы же с вами сейчас наблюдаем на 2K-версию в 60 кадрах. На Nintendo Switch эта игра будет работать в 720p в стационарном и в мобильном режиме. Но для мобильного режима это будет очень круто. Я, скорее всего, буду играть эту игру позже на Nintendo Switch, потому что сейчас у меня очень загруженный график. Но я уже вижу, что, похоже, она мне понравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Атмосфера, это просто... Я не знаю, но это как-то сразу чувствуется. У нас же никто не хочет сожрать. Альбатросы, что происходит? Ребята, я пока не уверен, но с первых кадров чувствуется какой-то... Ты знаешь, давай разворошим это гнездо. Я чувствую что-то очень хорошее. Саундтрек в игре просто дикий. Кстати говоря, тут принимала участие очень известная американская скрипачка. Я, к сожалению, не вспомню ее фамилию, но я помню, что зовут ее Линдси. Я думаю, что каждый из вас видел хоть один из ее клипов на ютюбе. Это очень популярный человек. Башня. Я говорю, напоминает Last Guardian и Legend of Zelda одновременно. Но игра не про то и не про другое, насколько я понимаю. Что это там светится? Пацан, пойдем проверим. Это что? Это какой-то механизм. А он один такой тут? А стоит ли его трогать? Может быть он меня убьет? Хрюшка! Беги, пумба! Окей. Слушай, здесь какое-то царство непуганных животных, я тебе говорю. Тут людей, походу, вообще нет, потому что если бы здесь были люди, то эти зверюшки меня бы пипец как боялись. Я пока просто буду следовать за ней и наслаждаться музыкой. Или как? Мне нужно найти таких раз, два, три еще, да? Да, судя по всему. Но я не уверен, что происходит, но походу я делаю все правильно. Ну то есть я все правильно понял. Я пришел оттуда, я сделал это там, и теперь я вижу, что есть еще такие же вот тут указатели появились. То есть, насколько я знаю, игра она про атмосферу, про ощущение одиночества. Но вроде как здесь будут какие-то друзья у нас потом. И она все-таки именно что довольно-таки уникальна, потому что она мало на что похожа. Здесь будет очень много внимания уделено вот этим всяким. Боров, уйди отсюда. Вы здесь живете? Они здесь живут и кушают, это их дом. Ты же меня не пустишь, да? А можно я пройду? Я безобидный. Я понял. Я понял, понял. Так, хорошо. Ладно. А могу я как-то подожди? Хм. Понятно, это бесполезно. Давайте пока к другому сходим. Ля, прикольно. Меня пока не обучают управлению, только вот у меня, я знаю, что есть кнопка, на которой я могу их прогонять. Я придумал, что можно сделать. Они кушают эти штуки. Так, зверюшки. Можно я возьму одну у вас, вот эту вот штучку? Я не знаю, что это дыня или тыква. Они вообще не обращают на меня внимания. Это немного обидно. Я не знаю, окружающий мир это один из тех миров, которые походу интересно изучать. Опа. Стоп, подождите. Не-не-не-не-не-не-не. Вон у вас там есть, там и кушайте. Идите. Пумба. Возьми все свое семейство. Вы поняли, да? Вы же меня... Эй, эй. Ну, 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 что за манера, япона мать. Ладно. Ешьте, ешьте, не обляпайтесь. Хорошо. Самое главное, что я добился своего. Ох, это музыка. Бегом, бегом, мелкие. Трогать я вас, конечно, не буду. Я пока не голоден. Один на острове. А как я туда заберусь? Слушай, тут вся игра, похоже. Ну, по крайней мере, на начальном этапе будет заключаться в том, что нужно будет думать. Но в этом... Это человек? Или это... Или это буй? Показалось, что там стоит человек в плаще. Там стоит человек. Это человек стоит. Это человек? Ой, я могу нырять. Ого. Мужчина. Женщина. Слушай, он какой-то жуткий. Окей. Окей. Очень классная игра. Я не знаю, прям... Я, как вы знаете, такое люблю. А, всплывать на кнопку А. Ну, постепенно нас обучает управление. Нет-нет-нет, не заныривай. Все, выныривай, давай. А могу я? Опача. Вот это не очень приятно. Я не знаю, я не люблю, когда люди появляются, а потом исчезают. Потому что моя специфика это хорроры. Ну, и атмосферные игры, типа, этой, конечно. Но, типа, мне не понравилось то, что сейчас произошло. Что это там булькает? Такое ощущение, что кто-то хочет меня скушать. Здесь нет никаких плотоядных кексиков. Эй, краби! Так, хорошо. Ладно, пока что... Я не знаю, я уже залип. Я даже не заметил, как прошло 10 минут. Мы уже 10 минут бегаем по этой игре. И мне приятно. Я думаю, что здесь еще полно секретов, тайн и тому подобное. То есть, мы можем ходить только туда, куда нам нужно. Но можем ходить не только лишь туда. Мало куда еще. Так, хорошо. Давайте посмотрим, где же у нас еще очередной столб в небо. Где-то там. Где-то там. Так, здесь мы были. Значит, нам нужно как-то попасть наверх. А я могу ускориться как-то? Могу бегать быстрее. Так, я прыгаю. Ой-ой-ой, тихо, не убивайся. Хотя, ладно. Ну, я не думал, что ты прямо уж убьешься. Тут не очень высоко. Два готова, one to go. Давайте. Ага. Это какая-то белочка прям. Смотри, мне кажется, вон там, вот эта пещера, из которой идет этот водопад. Беги, пумба! Там что-то эдакое. Подожди, а не очень ли далеко это все? По-моему, наверху стоит тот самый странный силуэт. Так, отсюда я не пройду, потому что отсюда я пришел. Наверное, мне нужно проверить. Игра про исследование. Была такая игра под названием The Witness. Если кто помнит. В свое время мы ее смотрели на канале. После этого я ее для себя очень долго играл. Она была похожа по атмосфере, но она была совсем другой по атмосфере при этом. Ого, медузы. То есть там прикол был в том, что ты был на острове, и тебе просто нужно было решать головоломки. Без какого-либо особого сюжета. Тебе просто было интересно. Потому что головоломки были интересные. Почему-то игра мне очень сильно это напоминает. Что это светится? Что это? Я не могу с ним ничего сделать. А, во, не, я могу его взять. Да, тут можно найти этих зверюшек и прочие какие-то... Какие-то всякие штуки. Пройти я туда не могу, да? Вообще, мне кажется, мне не сюда. Хотя, может быть, и сюда, потому что я вижу еще одну блестяшку. Я ее увидел, я сегодня глазаст. Только я не знаю пока, как туда попасть. Не то, чтобы мне это сегодня было нужно, но давайте-ка посмотрим. Может быть, оно мне все-таки сегодня нужно. И если что, я вышел обратно на эту же площадь. Ага. Беги, пумба. Беги. Скоро я проголодаюсь. Как в Little Night Mars. Я к таким играм вот на самом деле всегда с недоверием отношусь. Так, можно собрать несколько кусков вот этого вот. Но как мне пробраться туда? Я могу сделать просто. Я могу туда поплыть. Наступил между тем вечер. Я бы даже сказал, что наступила ночь. И, ну, не факт при этом, что мне дадут доплыть. Может быть, вот эти вот как-то медузы меня остановят или что-то в этом духе. Поэтому давайте как-то пока попробуем вот так вот пробраться. Я уж не буду прям все обыскивать. Ладно, я постараюсь показать вам побольше сегодня. Спасибо, кстати, компании Новый Диск, которая является издателем этой игры в России. Ну, и которая ее локализовала. Мы, кстати, на правильном пути. За то, что предоставили копию этой игры мне до выхода, чтобы я мог ее вам показать. Но покажу я вам ее уже после выхода, скорее всего. Потому что я просто, ну, не успею. Сейчас много всего. Пятница, там, там, подобное. Пятница 13-ая, я имею в виду. Кто ты такой? Так что, знаете, скорее всего, когда вы смотрите это видео, игра уже вышла. И пока что, потому что я вижу, я ее вам всячески рекомендую. Ну, мы... Вы кто? Эй. Немного жутковато, на самом деле. Такое ощущение, что это подружка из Джорни. Ну, ладно, давай возьмем. Почему-то ты знаешь, чем становлюсь я старше. Или, можно сказать, старее. Я уже как-то Даше об этом рассказывал. Я послушаю музыку потом. Слишком крутая музыка. Будь я более чувственной натурой, я бы, может, даже поплакал. Ну, в общем, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Чем более взрослым или старым я становлюсь, тем больше меня интересуют не какие-то там супервзрослые игры с кровищей стрельбой и тому подобное. Тем больше меня интересуют игры с крутым визуальным стилем и каким-то повествованием. То есть... Вот такое вот. Или Зельда. Или даже банальные платформеры, с которых я получу больше эмоций, чем с как... Как ты это сделал? Как ты это сделал? Скажи мне просто. Двумя словами желательно. Ох и парень. Короче, я люблю в последнее время игры, которые дарят мне позитив. Но, с другой стороны, я играю в тот же PlayerUnknown's Battlegrounds довольно много, но... Все-таки, самые фановые эмоции для меня это... Небольшие, красивые, хорошие игры, которые учат доброму. Наверное, я старею. Или впадаю в детство. А как у вас с этим делом? Какие игры вы любите на данный момент больше всего? Напишите в комментариях. Будет прикольно с вами пообщаться. Ночью это еще более красиво. Обычно я не люблю в играх ночь, потому что днем все выглядит очень красиво, а ночью выглядит блекло. Не тут. Тут все выглядит красиво и сейчас. Это лисички? Это финик какой-то? Финик! Финик! Иди сюда! Это будет мой друг, я думаю. Я хочу с ним подружиться. Так, там что-то блестело. Ну да ладно. Пойдем вперед. Ого. А этот монумент был похож на... Духов леса. Из мультфильма под названием... Как там студия Гибли снимала. Ну вы помните. Финик! Ну куда ты пошел? Ну-ну-ну. Варфоломеюшко! Стой! Я буду звать тебя Варфоломеем, потому что... Все, кого я люблю, их всех зовут Варфоломей. Что? Опа. Так, неужели придется думать? Ну вот почему ты такой жестокий? Ты же видишь, что я здесь. Спустись, спустись ко мне, поговорим. Ты хочешь, чтобы я пошел? Значит, мне нужно сюда что-то поставить. Что я сюда... Пумба, давай я поставлю тебя. Да не бойся меня. Я тебя пока кушать не буду. Нет? Ну ладно. Куда оно полетело? Кто-нибудь видел? Я думаю, что оно полетело сюда. Да. И оно поднялось. Ясно. Да, я говорю, в этой игре довольно много головоломок, похоже. И... Похоже, что они костяк геймплея составляют. Ну, помимо истории. Думать. Стой. А ты именно что, лис какой-то? Это лисичка, кто играл со мной вместе на протяжении долгого времени в Legend of Zelda Breath of the Wild. Кто-то поймет, что это за лисичкой. Мы наконец нашлись. Музыка делает просто пол игры. У меня такое умиротворение, и сейчас морда треснет от умиления. Хотя она уже треснула. Несите скотч. Несите скотч. Куда ты опять убежал? Ты будешь вот так вот со мной, да? У нас с тобой не очень хорошо складываются взаимоотношения. Угу. Остался еще один. Я думаю, что он... У-у-у. Интересно, девки пляшут. Нам что, было как-то предрешено встретиться? Что происходит? Я черный или белый? Я не всегда пойму. Ага. Любопытно. Любопытно. Очень даже любопытно. Прикольные статуи. О, понятно. Так, я думаю, что здесь... У меня это очень сильно напоминает игру Абзу. От тех разработчиков, которые сделали. Подожди, я же сделал все. Нет? Я думаю, что... Это за... Эй, смотри на него. Я успел? Я успел. То есть... Погибшая цивилизация, и... Тебе самому нужно будет додумывать, что с ней произошло. Блин, это просто офигительная игра. Я ничего плохого про нее сказать, в принципе, не могу пока что. Походу, это новая любовь. Лисичка! Стой! Что это? Ничего себе. Как это работает? Это же были просто две палочки, а теперь в результате это целая дверь. Наверху он еще что-то такое есть, я тебе говорю. В этой игре, решая головоломки для второклассников, ты можешь почувствовать себя очень умным и таким образом самоутвердиться. Я считаю, что это хорошо. Ну, я думаю, что со временем головоломки станут более сложными. Почему-то мне кажется, что тут нужно поднять воду, потому что до туда я по-любому не допрыгну. Ну и до сюда тоже, да. Давайте разбираться, как это работает. Может быть, вот эту пробку нужно вырвать? Нет? А, я, значит, просто подтянусь сейчас. Так, подожди. Вы, кстати, видели игру для мобильных телефонов под названием F-Bound? Ой, подожди, F-Bound. Господи, как она называлась? Ладно, потом вспомню, скажу. Так я, конечно же, не допрыгну. В общем, игра на тему Зельды только для айфонов. А, Ocean Horn она называлась. Ocean Horn, если кто не в курсе. Она была реально крутой, но чего-то ей не хватало. После этого ее выпустили везде, где угодно. На днях появились скриншоты второй части. И, боже, она выглядит супер круто. Скриншоты и геймплей. В ней сопоставима вот с этой графика. И геймплей очень похож на ту же Зельду. Но сейчас все игры такого плана будут не равняться. Потому что Зельда это понятный шедевр. Ожидаемый, как бы. И... И реально что-то прям как-то... Я даже удивился. Забавно. Очень забавно выглядит. Вообще-то, я захожу в интернет деградировать. Зачем вы мне тут ребусы свои подкидываете? И тому подобное. Все, как обычно. Ага, хорошо. То есть... А, тут настолько упрощено пока что, да? Я могу двигать только по этой колее. Ну, хорошо. А поворачивать я пока никак не могу вроде, да? Как-то вот так поставлю. Я думаю, что там, если что, выровняется. Оно само... Оно так помогает по игре на самом деле. Готово. Ты знаешь, почему-то... Я не знаю, как на это смотреть, но... Играть в это просто дико залипательно. Ну, выглядит игра, конечно. Этот рассвет. Похоже, что здесь времена суток идут по... По скрипту, потому что я не мог... Короче, я думаю, что выходя отсюда, я должен был поймать этот шикарный, красивый рассвет. Если бы здесь была ночь, здесь было бы не так красиво. Хотя, чертов знает. Ну, что же, это за непонятная тетька там была. Или дядька. Кто-то в балахоне. Кто-то в чертовом балахоне. Подожди, к чему этот камень там? Ну-ка, объясните мне. Я не думаю, что вот это вот просто так. Но я пока не понимаю, как это работает. Ну, ладно, пойдем дальше. Нам есть куда идти. И не так, чтобы много времени, чтобы зацикливаться на таких вопросах. Пока. А, крутилка. А, крутилка. Это же крутилка? Ага. По ней было видно, что она крутилка. Вообще, нам сюда. Скорее всего. Потому что здесь вот эта вот штучка. Вот так. А, смотри. А, смотри. А как я сделаю... А, во, смотри. А как я сделаю так, чтобы оно все сходилось? Может быть... Нет, такое ощущение, что она должна здесь стоять. Видишь, как будто прям под нее эта пластина. Ну-ка, давай сначала... А, во, подожди. Давай-ка попробуем ее перестать вот сюда. А, во, подожди секунду. Мы вот это хотим открыть или с той стороны? Пора бы уже определиться. Игра. Похоже, что мы хотим открыть вот это вот. Окей, не вопрос. Хорошо, а как нам это сделать вот с этим вот? У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? Я, пожалуй, пойду и посмотрю, что здесь есть еще. По крайней мере, смотри, у нас здесь есть, опять же, какой-то проход. Но я думаю, что он появится, когда мы откроем тот проход. А тот проход мы откроем. С помощью крутильки. Саль покрутиль. Так, окей. Нет-нет-нет, верни обратно. Теперь мы с вами делаем очень сложную вещь. Смотрите просто. Следите за этими движениями. Серьезно? Серьезно? Как это вообще работает? Вот это, мать его, технологии. Я в шоке. Я просто в шоке. Хорошо. Теперь, на самом деле, дело в шляпе. Ну, ты знаешь, головоломки усложняются, кстати говоря. И это очень хорошо. Потому что, если эта игра, костяковый геймплей, среди прочего, состоит из таких головоломок, то головоломки должны быть интересны. И они становятся все интереснее и интереснее. Лисичка! Так, все, гоу. Игра отлично оптимизирована. Но, как бы, во-первых, у меня компьютер мощный, как вы понимаете. А, во-вторых, тут я не вижу, чему тормозить, раз игра на Nintendo Switch выходит. Это очень о многом говорит в плане системных требований. То есть, Nintendo Switch, как вы знаете, не самая мощная консоль, а другим берет. Так, все, спригивай, риба моя. Ты живой? Беги, Пумба! Беги! О, там человек. Этот непонятный человек. Стой, стой, стой! Ну что же оно вот так вот все? Был король. Говорит, смотрите, какая у меня башня с дырочкой. Повелеваю вам наслаждаться. И все такие вокруг. Да, это супер здорово. Хорошо. Часть истории уже у нас. Окей. Я все пытаюсь найти этого мужчину, ты знаешь, или женщину. Не совсем понятно. Ну что-то как-то он уходит, но при этом наблюдает за мной. Мне кажется, что он давно живет в этих местах, как какой-нибудь Дэвид из Чужой Завет. Но это не спойлер. Не ругайте меня. Это что, лампочка? Нет, это какая-то лампочка. Это ключ. Это же ключ, а вон дверь. Как же это напоминает Фласт Гардиан. Во многом реально, скажи. Эффекты супер. Мы пришли к этой башне, среди прочего. Как-то мне нужно успеть, и тогда откроется этот ключ. Но я не умею быстро бегать. Здесь есть какие-нибудь штуки, которые мне помогут. А, то есть не на время? Что такое у шламей? Смотри, у них как бы есть время, да? Вернее, у меня. Ну, они довольно долго действуют. Похоже, что. Нет, все-таки я не успеваю. Ага. Я думаю, что это все должно заполниться водой. И тогда этот вопрос будет решен. Сюда нужно два ключа. Моет надолго. Там просто внизу еще я видел кучу коридоров. Вархоломеюшка куда-то меня звал. Там тоже большая башня. Ты знаешь, эта игра может не понравиться людям только тем. Я просто не знаю, чем эта игра может не понравиться людям. Но если она кому-то и не понравится, то только потому, что здесь весь геймплей состоит из глуоломок. Не все это любят. Кому-то хочется просто расслабленно бегать по миру, как в Journey, скажем. Кому-то что-то другое. Но в целом это в своей концепции игра вообще без минусов. То есть, по сути, практически шедевр. Практически, потому что эту игру не всем порекомендуешь. Но тем, кому такое нравится, она... Это реально один из самых сильных проектов в этом жанре. За... Тихо, спокойно. Я так и знал, что вы упадете, вы выделялись. За очень долгое время. Она, скажем, уже видно, что она... Ну вот как я это сделаю? Что ты мне кричишь тут? Скажем, лучше, чем Абзу. Хотя Абзу была неплоха. Но эта игра, она прям как-то вот изначально заходит. Она лучше, чем Папа энд Йо. Она лучше многого. Так что почти шедевр, я считаю. Почти шедевр. Людям, которые такое играют, будет полезно узнать, что она вышла. Это что, шляпа? Ой, какая шляпа, господи. Отсюда нужно что-то скинуть. Что я сделаю? Если я сделаю вот так вот... Эта штука подымется? Ага. Хорошо. А я могу ее выключить? А, она на время работает, смотри. У нас есть некоторое время, чтобы это делать. Сюда нужно четыре морды лица. Так, я могу среди прочего спрыгнуть, тогда мне придется проделать весь путь обратно. А если я сейчас одновременно цеплю обоих, вот так вот, то в результате они сделают что? Они включат две из них. То есть мне сюда сначала нужны еще какие-то... Так, а ну-ка. Полетела. Полетела. Сколько по времени действуют боковые? Еще бы ты не застревал, касатик. Нет, оно так не работает. Нам как минимум... Слушай, подожди. Давай тогда сделаем вот так. Пошли сюда. Посмотрим, что здесь. Интересно, а будут здесь какие-то враги, которые будут как-то пытаться испортить нам жизнь и тому подобное? Ого. Прикольный звук. От него резонирует все, смотри. Ага. Спасибо, спасибо. И если я сейчас эту штуку поставлю в центр, то она врубит вообще все. Просто вообще все. И это будет так круто. Так, отцепись. Концепция все усложняется. Я думаю, со временем тут такое будет. Хоп! Я опять залипну. Что ты будешь делать? Постоянно хочу сделать первый взгляд на полчаса. Не получается. Слишком игры интересные пошли. О, да. Оно включает вообще все. Не знаю, почему это вызывает такое наслаждение. Хе-хе. Что-то непонятно. Хе-хе. О, пошло. Обезьяна с гранатой. Приятно познакомиться. Так, теперь я могу лезть еще выше. Но там же был какой-то мостик. Надо ли мне сюда или мне нужно туда? Камера в ту сторону повернута. Так прямо говорит. Иди туда. Иди. Но я, конечно же, сначала все поразнюхиваю. И смотри, у нас опять закат. То есть мы тут как будто долгие. Игра как будто намекает нам. Типа, ты глупый. Ты целый день потратил на решение этой головоломки. Может быть тебе показалось, что прошло минут 10, но это не так. Ты глупый. Игра унижает нас. Так, в результате мы сейчас идем куда? Ага. Мы лезем по корням деревьев. Вот в играх постоянно приходится лазать по корням деревьев. В том же Uncharted. Мне всегда казалось, что... Это как-то немного... Небезопасно. Нет? Оу. Ясно. Ясно. Окей. Пойдем повыше поднимемся. Я думаю, что сейчас мы там какой-нибудь суперрезонатор найдем. Который будет фигачить на полострова. Если мы, конечно, зацепимся. Нет, тут вообще ничего нет. Зачем я сюда иду? На минуточку. Так, я попробовал подтянуться, но... Не знаю, как я отсюда сейчас запрыгну выше. Не смогу, конечно же. Вот на таком, в принципе, я должен смочь подтянуться, встать. Вот. Смог, подтянулся, встал. Окей. А, тут еще выше можно пойти. Вот это резонатор так резонатор. Вот это я понимаю. Я угадал. Не, народ, серьезно. Это игра, это, по сути, шедевр в своем жанре. Уже видно. 40 минут прошло. Все 40 минут просто было суперкруто. Че-то прям восторг. Я любитель такого, как вы знаете, поэтому мне игра идеально заходит. Можно мне мост починить? Пожалуйста, спасибо большое. Я спускаюсь. Я пошел. Так, можно мне как-нибудь побезопаснее спуститься? Я слышу тебя, Варфоломеюшка. Ну, подожди меня. Почему ты постоянно уходишь? Ты боишься серьезных отношений? Не стоит бояться. Я человек надежнее. Тебе со мной будет хорошо. Мы будем прекрасной командой. Так, эти камни не падают. Окей. То есть я починил. Я хороший человек. Вроде как оно срезонировало. Теперь появилось дерево. Теперь у нас... Больше там не надо ничего делать. Но теперь у нас есть ключ. Но мне нужно два ключа. То есть мне нужно пойти еще и в ту сторону, чтобы это дело открылось, да? Хап, сыли. Там внизу еще много всего было. Я могу туда пойти попробовать. Давай посмотрим. Интересно, воздух у меня надолго? У меня его хватает, нет? Что-то у меня темнеет в глазах. Давай-ка я всплыву. Вон туда можно поплыть. Так. Отдышались. И погнали. Сразу, прямиком. Надеюсь, что у меня хватит воздуха. И надеюсь, что мы не в какой-нибудь слепой карман без воздуха. Мы здесь. Что мы здесь делаем? Наверное, мы сюда за каким-то коллегом пришли. Нет? Что это за дыречка? Здесь растут маки. Не бойся воды, пацан. Не бойся. И больше здесь ничего нет. Я думаю, что... Я не понимаю пока, зачем мы сюда пришли. Но в будущем мы что-то сможем с этими камнями, с дыречками сделать. Так что пока что пусть будет. Пусть растет. Больше тут ничего нет, насколько я вижу. Я так понимаю, что с другой стороны есть такая же башня. Вот это вот, допустим, у нас уже сдетонировало. А с той стороны есть что-то такое же? Или нет? Держите, пожалуйста. Вот вам один. Сейчас найду второй. Давайте, знаете, как сделаем? Пока я второй ключ не найду, мы не закончим сегодня. Хотя у меня мало времени. Мне нужно идти. Бла-бла-бла. Но нет. Нет. Это слишком хорошо. Вон там что-то такое. Вы видите? Там какие-то чайки летают. Там что-то прям такое. Чё это? Это просто светлячки? И их сразу как машинально, как в Legend of Zelda, начал ловить. Не поймались. Если покричишь в эту дырочку, то в результате получится так, что и большая дырочка прокричится тоже. Я объяснил как мог, но почему бы и нет. Ого. Слушай, им можно управлять. И его можно направлять. Беги, помба! Так, ладно. Беги сюда. Жестокое обращение. Ещё более жестокое. Проламывай у меня путь. Мой верный вепрь. Между тем мы открыли дверь. Надо ли мне его сюда загонять? Эй, эй, эй. Ран! Гет ту дачапа! Каман! Нау! А, господи, что-то я тупанул. Мне же он не нужен тут. Ну да ладно. Дверь за мной между тем закрывается. Как мы знаем по хоррорам, это не очень хорошая идея заходить в места, которые закрываются изнутри. Ух, шарик. Что я сделал только что? Ого. Я вас понял, я вас понял. Хорошо, что он не бьётся. Я бы разбил. Если бы можно было разбить, я бы точно сломал. Нет. Нет, нет, нет. На одну кнопку бросок и... А ну-ка, погоди. Мне показалось, что я могу вторую такой же взять. Вообще, мне нужно его поставить вот сюда. То есть, ну вы понимаете, да? Ну вот и всё. Вопрос решён. Так, только если бы ты прыгал ещё по-человечески, то было бы хорошо. Всё. Просто... Просто поставь сюда. Не укатывайся. Падайте, если что, уже далековато. Лисичка, я тебя слышу, но не вижу. Подай ещё какие-нибудь сигналы. Всё, я понял. Я вижу. Здесь на самом деле всё довольно просто будет, я так чувствую. Но, скорее всего, когда я чувствую, что будет просто, в результате получается совсем непросто. Но мы разберёмся. Trust me. I'm professional. Надеюсь, не разобьётся. Вот тебе раз. Она ж не исчезнет? Нет, она вроде не исчезает. Рафу. Допустим. И вторую нужно притащить аж на туда, да? Окей. Но нам ещё сюда нужно одну. А-а-а. Подожди секунду. Это получается, что мне сейчас вот этот нужно забрать. И дверь спереди закроется, да? Ага. Допустим. Окей, окей. А, я думаю, что это не так. Сейчас нам нужно... Наверное. Ага. Поставить тебя туда, тогда поднимется вот эта штука, да? Окей. Не-не-не, погоди. Я всё понял. Это банально. Слишком банально. Ты не можешь просто положить на пол? Нет? Не можешь? Хорошо. Живи с этим теперь. Да нет. Мальчик. А вон же Б написано. Господи. Мальчику чуть не попало. Чуть не попало под раздачу. Так, тебя мы сейчас ставим вот сюда. Окей. Хорошо. Куда она исчезла? Подожди секунду. Мы так не договаривались. А тут уже надо думать, что ли? Это не очень приятно. Так, подожди. Наверх мы кинуть эту штуку не можем. Допустим. У нас может быть только две. Нет, у нас не может быть только две. Допустим. Какая-то магия в воду происходит, я тебе говорю. Ты не можешь просто... О, понятно. Так, хорошо. Я не совсем понимаю, как оно работает, пока честно скажу. Но я справлюсь. Я и справлюсь. Тебя я положу сюда, пусть лежит. Нам не жалко. И ты лежи. Ну, почему бы и нет. Просто я не совсем понимаю, что я делаю. Сейчас первый раз, когда... Так, один исчез. Окей. Но в результате... Эта штука все-таки поднялась наверх. Мы все-таки обдурили эту систему. Скажу честно, пока не понял, как... Ну, скорее всего, понял, но вам не говорю. Ага. Так, положи. Хорошо. Теперь, чем вот эту штуку... Надо... О, нет. Только не говори. Та штука там, если что. Но если что, я контролирую процесс. Просто не очень... Не очень уж прям сильно. Но контролирую, честно-причестно. А-а-а. Я, кажется, все понял, как оно работает. Короче говоря, на ютюбе смотреть такое, мне кажется, будет не совсем интересно. Но... Именно, что с игрой я вас познакомил вполне себе неплохо, мне кажется. Так, там у нас все, да? А если мы теперь сделаем вот так, то мы просто можем уйти отсюда и забыть про это место, как про страшный сон. Давайте просто покричим... Не, подожди, сюда же нужно не кричать, сюда нужно смотреть. Ага. Так. Делаешь... Раз. Делаешь... Два. Дайте еще хорошей музыки, пожалуйста. Спасибо. Эта игра, похоже, будет про путь к этой башне, потому что ты видишь, к этой башне идет такой мост. И мы сейчас попадем на этот мост, и после этого мы по этой башне будем подниматься до самого верха, похоже. Хорошо, как мне теперь спуститься, не расколов себе голову напополам, как спелый арбуз. Хотя, простите, это детская игра, простите. Так, лисичка, ты где? Беги, засранец! Беги на мост! На мост! Не хочешь? Ну ладно, ладно. Я на самом деле добрый человек. Временами накрывает, просто вспоминаю Вьетнам. Так, ну в принципе все, сейчас этот сфинкс уйдет в сторону, и мы сможем попасть на мост, и опять стоит там этот... Смотри, лисичка с ним? Нет, это не лисичка. Не совсем видно, нет, лисичка. Это лисичка. Она с ним. Подожди. Слушай, у него красный плащ, и у меня красный плащ. Лисичка любит его, и может быть это я, но какой-то... Ты избудуешь... Подожди. А? Ну, я бы не сказал, что у меня красный плащ, но он же исчез, верно? Король плакал. Мужчина в красном плаще плакал. Похоже, что мужчина в красном плаще это я. Как мы связаны? Что происходит в этом месте? И другие вопросы по этой теме, это то, что вы сможете задать себе и ответить сами. Я просто хочу сказать, что да, в своем жанре эта игра настоящий шедевр. Да и в целом, даже если не смотреть на жанр, то игра шедевр или почти шедевр, потому что все-таки она далеко не для всех. Тут слишком мало Ликшона, все слишком непонятно. Но если вы любите думать, если вы любите умные истории, при этом вам нравятся главоломки, то это одна из лучших игр таких за последние лет пять, если не самая лучшая. У меня прям это настоящая любовь с первого взгляда. Надеюсь, вам понравилось это видео, и увидимся в других. С вами был Артур, всего хорошего, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok